Поздравляю вас с выигранным автомобилем. Спасибо большое. В познавательной викторине опорный край получить заветный автомобиль желал каждый, но повезло лишь сотне участников. Вот и Сергей Шичков своим глазам не поверил, когда понял, его номер выигрышный. Мы, как в целом люди, не верят в то, что это вообще возможно. То есть только вот когда случилось с тобой, ты понимаешь, что это реально, это круто и, к счастью, нет предела. Многодетной семье Шичковых автомобиль как нельзя кстати. У супругов четверо детей, двое годовалых. На семейном совете решили, за руль нового и просторного кроссовера сядет мама. Мы все вместе не вмещались в наш автомобиль. То есть у нас все время кого-то приходилось оставлять. То есть кто-то из детей оставался дома. Теперь у нас будет вообще шикарная возможность всей семьей ездить туда, куда мы захотим. Среди счастливчиков и Андрей Плешков. У мужчины в гараже уже стоят два автомобиля. Один для работы, другой для дачи. А новый станет машиной выходного дня. На такой ласточке. Думаю, будем ездить только по выходным с семьей. Может за город куда-нибудь. Чисто так на отдых. Обладателями подарка на колесах стали и те, кто водить и вовсе не умеет. Пенсионерка Людмила Виземиллер признается. Она пассажирка со стажем. А что делать с неожиданно полученной машиной, пока не решила. Вначале не поверила. В общем, я пять раз пересматривала. Потом все-таки я убедилась, что это мой номер. У меня есть сын, у меня есть дочь. Оба они водители. Водят машину. Там решим семейно. Даже душа прыгает. Организаторы викторины выбрали для подарков именно «Москвич» не случайно. Спокойно автомобиль вместится пять человек. Также автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями, которые сейчас требуются. Это климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, датчики парковки. Всего в регионе работает два пункта выдачи подарков. В Екатеринбурге и Ирбите. Там получают коллекционные «Уралы». Забрать подарки можно будет до 12 июля включительно.